Все, приготовились, закричал военрук. Сейчас колонна тронется. Впереди зашевелились колонны других школ. Наш военрук подошел к военруку 28-й, тоже майору, но не танковых войск артиллерии. Они что-то сказали друг другу, наш военрук вернулся. — Отставить! — крикнул он. — Выступаем через 10 минут. Торжественный митинг еще не кончился. Мы стояли рядом с площадью Ленина, напротив магазина «Дары природы». Пацаны из шестых и седьмых классов всех школ района. Мы три раза приезжали сюда перед 9 мая репетировать. Сначала военрук говорил, что нам выдадут специальную форму и флажки «40 лет победы», но потом про это больше не вспоминали. Сказали прийти в школьных костюмах, белых рубашках и черных ботинках. Любых, но обязательно черных. Кузьменок повернулся спиной к Кириллову, почти к нему прислонился. Стукнул его локтем в живот. Кириллов присел, заплакал, выбежал из колонны. — Что это такое? — крикнул военрук. — В чем дело? Куда его черт понес? Ну-ка быстро догнать! Только не все! Нет, три человека достаточно! Кузьменок, Николаев и Стрельщенко догнали Кириллова у входа в дары природы, схватили его за пиджак. Он сопротивлялся. Кузьменок пару раз не сильно дал ему в живот. Пацаны из разных школ повернулись и смотрели. — Ведите его сюда! — крикнул военрук. Кириллова подвели. От плача его лицо покраснело. — Что случилось? Ты можешь мне объяснить, что случилось? — спросил военрук и поправил очки на носу. Кириллов молчал. — Ну-ка быстро встрой, и еще раз случится подобное, получишь неот по поведению за год. — Ты понял? — Кириллов кивнул. Кузьменок ткнул его в бок кулаком. Впереди кто-то крикнул. — Все! Готовьтесь! — Все быстро построились! — сказал военрук. — Приготовились! Колонна двадцать восьмой уже двинулась вперед! Шагом марш! Мы вышли на площадь. По обе стороны стояли, взявшись за руки девки из наших других школ. В белых передниках с цветами. На трибуне были ветераны. В военном и штатском, с орденами и медалями. Чей-то голос говорил микрофон. — Сегодня, в этот особенный день для всего нашего народа, в сороковую годовщину победы в Великой Отечественной войне, мы можем с уверенностью сказать ветеранам, у вас есть надежная смена. Мы видим колонну учащихся школ Центрального района, которые пришли сегодня сюда, чтобы отдать дань памяти всем погибшим на войне и поприветствовать ветеранов. Они говорят спасибо всем, кто своим героизмом на фронте и напряженной работой в тылу приблизил этот день. День победы. Колонна повернула на Первомайскую и остановилась. — Все! Ваше задание выполнено! — сказал военрук. — Можете отправляться домой, но не спеша, соблюдая дисциплину. Его же никто не слушал. Пацаны из колонн разбегались кто куда. Мелькали синие костюмы, белые рубашки и красные галстуки. — Шах! — сказал Кузьменок. Я подвинул короля на клетку вправо. Доска с фигурами стояла на полу на площадке между третьим и вторым. Наш класс дежурил по школе, и Кузьменок попросился дежурить со мной. Мамаша подарила ему на день рождения шахматы, а из всего класса умели играть только он и я. Меня два года назад научил дядя Жора. Где научился Кузьменок, я не знал. — Опять шах! — Кузьменок передвинул слона. — Э, малый, хули ты бежишь? Ну-ка назад и пройди! Малый повернулся, спустился напролет, поднялся медленно. Кузьменок дал ему ногой под зад. Не сильно, для профилактики. Я сбил его слона своим конем. — Подожди, я не заметил! — сказал Кузьменок. — Давай назад, ладно? — Хорошо, давай назад, ходи. Из буфета вышел с коржиком в руке Андрона седьмого Б, самый здоровый в своем классе по драке. — Что, Кузя, нехеровый шахматист, да? Ну а хули? — Не, я не понял. Это ты мне говоришь? — А что я такого сказал? — Что, совсем прибурел? — Иди отсюда, не мешай мне играть! Кузьменок взявил слона, передвидел на две клетки по диагонали. Андрон ногой толкнул доску. Фигуры разлетелись по площадке. Андрон заржал, откусил от коржика. Кузьменок ударил его в нос. Кусок коржика упал на пол, раскрошился. Я вжался в угол рядом с батареей. Андрон ударил ногой и колоком одновременно. Кузьменок съехал вниз по лестнице. Извякнули стекла в двери коридора. Кузьменок потрогал сзади голову, посмотрел на пальцы. На пальцах была кровь. Андрон спустился, подошел к Кузьменку, замахнулся. Кузьменок дернулся. Андрон заулыбался. Восемь копеек за коржик. Кузьменок сунул руку в карман, вынул мелочь, начал считать. Андрон забрал все. Мы начали новую партию. Голова Кузьменка была забинтована. «Ты думаешь, я ему не отомщу?» — говорил он. «Я ему отомщу. Только так. Я ему летом отомщу. Он будет у меня на коленях прощения просить. Ты что, мне не веришь? Я тебя тоже приведу, чтобы он у меня при тебе прощения просил. Понял? Понял. Твой ход. Но ты видел? Он сильнее меня, а я не сосцал на него залыпнуться. Ясно? Шах». Прозвенели три звонка. Включился радиоузел. Директор сказал. «Внимание! Все учителя приглашаются на совещание!» «Заебись, алгебра не будет, да?» — сказал Кузьменок. «Почему не будет? Это может только десять минут или пять. Я тебе говорю, что полчаса, а может весь урок. Короче, доиграем, и я домой». На первом этаже по коридору носились малые. Я вышел на крыльцо. Там курили пацаны из девятых и десятого. В саду цвели яблони. Трава была засыпана белыми лепестками. За деревом базарили о чем-то пацаны баба из десятого. Она хохотала. В школе кто-то орал. «Не выкидывайте портфель! Вы что, совсем одурели?» Из окна на третьем этаже вниз упал коричневый портфель, шлепнулся у турников, раскрылся. Из него посыпались тетрадки.